Всем ку! Ну что, как я и говорил в прошлой серии, я все-таки пофлиртовал с нашей малышкой, и теперь она наша жена официально. Вот она, наша зайка, работает. Получается, я ей построил вот такую хижину травмника. Она у нас здесь теперь работает. Да, зайчик, смотри. Да-да-да, вот у нас симпатия, и я с ней поговорил. Она такая говорит, приходи после 19 сегодня. Так, где тут после 19 приходи, и мы с тобой сделаем, как говорится, бэбика. Так, у меня к вам есть просьба. Долги? Нет, не то. Где поживает маленькая королева, романтика? Думаю, мы готовы завести ребенка, как думаешь? Вот. Я так сильно вас люблю. Да, моя награда завести нашего ребенка. Для меня награда завести нашего ребенка. Встретимся в нашем доме после 19.00. Угу, угу. Гуд бай. У меня будет сегодня все коса, ребят. Так что, поздравьте меня, как говорится, и поставьте свой лайкос в поддержку. Так, но я не знаю, во-первых, сколько сейчас времени, и где его смотреть, и что такое после 19.00. То есть, как бы, у меня нету часов, а по солнцу я еще не могу определять. Ну, пока есть суть до дела, я предлагаю, знаете, что сделать? Сходить по заданию, выполнить задание, вот это вот забрать косу. И еще, я не знаю, короче, я построил вон курятник. Ага, ручкой опусти. Вот курятник я построил. Но единственная проблема, что, во-первых, мне нужно для него будет, во-первых, денежки, чтобы купить курочку, а один маленький цыпленок стоит 500 монеточек, а у нас, по-моему, около... Сколько у нас? 300? Да, 300. Сказал бы в рифму, но ладно. И нам нужно будет с вами делать, получается, корм для животных. Где тут? Ну вот, корм. Нужно будет овсяное зерно, ржаное зерно и солома. Чтобы мы могли с вами делать, получается, корм. Еще 50 монеточек потратим на то, чтобы открыть рецепт. Но я не знаю, стоит ли покупать, засаживать и цыпленка, и самому следить за полем. Потому что, в принципе, когда я собираю урожай, у меня эти семена-то... Получаются их, как говорится, с каждого собранного урожая. У меня есть семена, с этим не будет проблем. А вот с удобрением мне нужна коровка. А чтобы нам построить коровку... Чтобы нам построить коровку, где ты коровка, вот. Мне нужен опыт. И я без понятия. Стоит ли этим заморачиваться? Как-то так, как-то так. Не знаю. Ладно, давайте сходим, пойдем. Так, что мне по поводу еды? А, мясо. Есть мясо? Да, мясо у нас есть. Водичку, если что, с калюжи попьем. Идемте, заберем. О, привет. Так, у нас даже что-то есть с вами в ловушке. Ну, пусть отдыхает. Пусть зайчик отдыхает. Мы потом его заберем. Так вот, я не знаю, стоит ли собирать и покупать первого цыпленка. И сколько мне нужно одного цыпленка, двоих? Или мне надо сразу покупать семью? Типа, чтобы они нормально там работали. Честно, без понятия. Короче, вот на разберемся. Так, давайте. 83 метра. Давайте я вам сейчас покажу. Здесь, по-моему. Если я не ошибаюсь, то есть цыпы. Бонжор. Где-то была цыпа. Цыпы уже нет. Так, цыпа-то тут? Да, вот, смотрите. Курятник-то у нас такой же самый есть. Не знаю, стоит ли покупать петуха, но он 1200 стоит. И курица 1200. То есть 2000 мне нужно. Это у меня, как говорится, дилеммка. Я не помню, я построил сарай. Выглядит он же так же самый, как и это, я не знаю. Так, вот корм. Вот корм. Просто я играю в эту игру реально только, когда я записываю. Ну, то есть, конкретно вот эти два часа. Два часа я записываю и играю. И все, больше нету. Так, привет. С тобой, походу, да, нужно будет поговорить, я так понимаю. Да. Да, перед тем, как мы с ним будем разговаривать и продолжу свою мысль, я записываю час-два примерно в день и как бы, как бы все. Я так понимаю, этой игре нужно больше времени, а у меня пока миссии его нет. Рискнуть купить курочку, нафармить, ну сколько мне нужно фармить. Короче, если кто-то что-то в курсе, можете написать. Почитаю комментарии, может так и сделаю. Так, давайте говорить. Привет, Ида, я здесь за косой для Югента. Здравствуйте, я вас знаю. Проваливай, детка. Я выиграла честно. Победа? А, так. Так, эта змеючка даже не сказала вам об этом, а? Эти фигурки. Я не понял, что вы имеете в виду. Он только хотел, чтобы я вернул ему косу. Теперь это моя коса. Мне интересно, он за обычную железную косу, либо которая на ней все висит. Хорошо, хорошо, расслабьтесь. Что мне тогда нужно сделать, чтобы получить вашу косу? Конечно, вы можете купить у меня. Или мы могли бы разыграть это в игре. Сколько за косу? 450? Не, спасибо. Что за игра? То же, что заставило Югента потерять все свои деньги и косу. Ха-ха. Игра-загадка. Игра в загадочке. Как? Просто я задаю вам три загадки, и вы должны правильно ответить на все вопросы. Одна ошибка, и игра окончена. Вы выигрываете, и тогда получаете косу. А если проиграем? Ну, на этот раз я буду с вами полегче. Если вы проиграете, вы мне ничего не должны. Вы просто лишаетесь шанса получить косу бесплатно. Ладно, давайте уже свои загадки. Так, первая загадка. Что исчезает в ту же секунду, когда вы произнесете его имя? Тишина. Правильно. Ура. Готовы к следующей загадке. Вот она. Накорми меня, и я живу. Ну, дай мне попить, и я умру. Что это? Огонь. Бум. Правильно. Ух ты, хорош. Куда лучше, чем... Ча? Большой смотритель. Но справишься ли ты с последней? Слушай внимательно. Крыльев нет, но летают. Глаз нет, но могут заплакать. Куда они пойдут, тьма преследует меня. Что я такое? Так, куда они пойдут, тьма преследует меня. Облако, по идее. Глаз нет, но могу заплакать. Только облако. Давай попробуем облако. Черт, а вы сообразительные. Поздравляю, вы выиграли деревянную косу старика. Лучшего приза просто не бывает. Спасибо за игру. У меня и правда было весело. Берегите себя. Чбум. Ура! Мы с вами умные. Так, нужно будет сейчас доставить косу. Но если он мне не даст за эту косу миллион денег, я не знаю, что я ему сделаю. Так вот, как думаете, стоит ли покупать себе курочку, либо не стоит? Просто хочется завести себе уже хоть какое-то, верится, хозяйство. Блин, самое интересное, я забыл, что мне нужно для посадки там овес, по-моему, или что-то еще. Мы сейчас как раз будем возле торговца. Ля, щучка какая. А ну, стой. Ах ты, падла. Ах ты, падла. Блин, и рыбацкую эту бухту, я тоже до него себе поставить. Ой, так он пьет вкусно, и мне тоже хочется. Рыбацкая хижина. Так, у меня 493 из 500. Незастоящий уровень технологии выживания. Уровень технологии выживания. Что это такое? Навыки, да? Так, добыча, охота, сельское хозяйство. Выживание. Очень интересно. Ну, ладно. Так. Говорится, заодно и покупаемся. Сейчас мы отдадим косу. Не знаю, может я куплю, конечно, себе пару семян. Как вы думаете? Купи там штучек 5 семян того-того. Удобрения. А потом уже чисто, как говорится, на семенах и жить. Так, не хлюпай. Не хлюпай. Только я реально забыл, что нам нужно. Там пшеница по-любому и что-то еще было. Так, где ты находишься? По-моему, ты находишься у нас здесь. Да плюс уже скоро потемнеет. Скоро уже потемнеет. Привет. Покажи мне свои товары. Так, что нам нужно? Овес, овес, овсяное зерно. Нет, мне нужны семена. Саженец вишни. Блин, а может, сколько ты стоишь? 225. Моя что-то, зайка. Я хочу яблоньку и сливы, и грушу. Я все хочу. Все хочу. Так, семена капусты, семена лубка, семена моркови, семена свеклы. Где семена? Ага, у тебя нету, да, семена пшеницы? Семена капусты. Блин, ну с капустой. Ну капуста я ж не буду кормить наши курочек, рожь. Ну это ж не семена, это просто ржаное зерно, дрожь, пшеница. Ага, 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 ага. И что делать? Так. Хаван Йон Дэй. Так. Где ему найти? Так, все и все, ну это, конечно, понятно. Блин, а вот я... Что мне нужно? Мне вот купить удобрения. 15 штук, да? Семена моркови, зерно пшеницы, семена капусты. Блин, я сейчас все деньги потрачу, да? Хорошо, у тебя есть удобрения? Мне нужно 15. Так, удобрения. Так, удобрения, мне нужно 15 штучек. 112 монеток, да? Падла, бесишь меня? Хорошо, давай попробуем. Раз. Так, семена моркови, 15. Зерно пшеницы, 15. Так, семена моркови, 15. Где ты, морковка? Семена морковки, 15. Блин, что так все дурако у тебя, падла? Так, морковки... Что там еще надо было? Семена капусты, по-моему, да? Семена капусты нужно 12 штучек. И что еще? И... Да тихо ты! Зерно пшеницы. А у тебя же зерна пшеницы нету, да? Так, где... Так, капуста, капуста, капуста. Капуста мне нужно 12, по-моему, да? А у тебя всего лишь 8. Хорошо, хорошо. А где у меня семена пшеницы у тебя, кстати? Падла-падла-падла, пшеница-пшеница, блин, так... Ну, получается, ломое зерно пшеницы. Зерно. Но зерном, наверное, не смогу пользоваться, да? Овсяное зерно. Так, зерна пшеницы. Блин. Зерна пшеницы. Недостаточно монет. У меня недостаточно монет. Сею сон, да. Ребят, чтобы вы понимали, у меня недостаточно... Монет. Падла. Я мог бы, конечно, сейчас бы что-то натворить, но ладно. Так, где Югент? Или как его там? Кому мне там косу отдать нужно? Ты иди вообще. Где ты вообще? Так, ты кто? А, вот иди. Приветствую, Югент. Юниост. Будешь Югент? У меня ваша коса. Филь, великолепно. Были ли проблемы в пути? Вовсе нет. Хороший парень. У меня новость для вас. Вас ищет самбур. Пусть самбур будет. Для меня? Мы уверены. Так, мы сказали, что он спрашивал о человеке, у которого забавные глаза и глупое лицо. Понятно. Ладно. Ладно, я не буду затягивать эти унижения. И пойду его найду. Тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур. Тур-тур-тур-тур. Это, конечно, все хорошо, тур-тур-тур. Самое интересное... Самое интересное, что у меня... Можно где-то монетки брать. А, вы сами понимаете, что... Я могу ей продавать чисто, к примеру, там каменный топор. Не, каменную кирку она у меня по 25 покупает. Закупает у меня каменную кирку за 25. Плюс я могу еще ей, по идее, мешочки продать. Но там тоже вроде мешочки по 25. Это мне нужно либо сейчас бегать фармить животных. Не ради мяса, а ради этих шкур. Надо делать 200 тысяч сумок и продать. И попробовать закупить. Ладно, идемте домой. О, ля-ля. Тут и гуси есть, ё-моё. Гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите, да-да-да. А что у нас по поводу этого забора, сколько он стоит? 250 монеточек, 500 монеточек. Купить гусака, полторушка. Так, самка, гусенок, самец. То есть мне надо самку и самца покупать маленьких. Блин, и украсть нельзя, да? Ладно. 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 Хотя, хотя, когда они все спят. Хотя, когда они все спят. Могли бы сделать такую штуку, Типа, можно прокраситься и Забрать у них. Так, у меня есть Два задания. Почему у меня вот этим вот Желтым светится? Типа, ты кто? Это ты, да? Что-то хочешь? Так, приятно познакомиться. Могли бы вы мне помочь, я могу идти. Так. Не надается ли у вас с собой немного семян? Я хочу разбить небольшой оградик, и мне бы они очень пригодились здесь. Я думал, знаете, если у меня что-то будет, извините. Я не могу еще помочь. Я дам вам знать, если у меня что-то будет. Так. Буду признательна. Завершить диалог. Хорошо. Огородник, стой. Где магатюю? Вы не могли бы со мной... Вот, иди сюда. А у нас Дэй, да. Так, и все, что-то светится. Какой-то листочек, видите? Впереди. Это что такое? Так, это ты? Рад вас видеть. Так, что ты от меня хочешь, признавайся? Блин, уже темнеет. Все, все, все. Меня там ее жена ждет. Так что. Побежали. Побежали. Короче, непонятно. Вот эти вот направления. Но как-то тому челику братья это знаю. А вот эти вот что, листочки обозначают? Без понятия. Может на мини-карте где-то? Где-то обозначено. Нет, нема. Тут таких нема. Ладно. Ладно, идем посмотрим. Идем посмотрим, что тут за знак вопроса. Это типа, может, зерно ей нужно? Либо семена? Мне-то, в принципе, не жалко. Да, я, наверное, не знаю. Может, один день, ребят, я серию пропущу. Записывать не буду. Наверное, я день потрачу на фарм этого, как его шкур. Наделаю сумочек в миллион. Закуплю зерна и тому подобного. Хотя не знаю, какой сейчас, как говорится, какая сейчас погодка и можно ли сажать. Это зерно. Попробую нафармить. Блин, ну по большому счету сколько мне надо? Давайте посчитаем. Почем там были цыпленки по коцу? Да, это мне нужен косарь на мальчика и девочку цыпленка. Потом где-то еще косарь на удобрение и это как его и семена. Хотя семена у него нет. Зерна пшеница. А может из зерен пшеницы можно будет это сделать. Так. Где ты? Где ты светишься? Вот ты где светишься. Так, что ты хотел от меня? Могу ли вам чем-то помочь? Здравствуйте, незнакомец. Так. Не совсем нет. Уверенны выглядите очень расстроенным. Так. Я повздорил со своей женой. Теперь она даже не хочет со мной разговаривать. Может я могу повредить с ней и убедить ее простить вас? Вы сделаете это для незнакомца? Спасибо вам огромное. Я скоро вернусь. Ту-тру-ту-тру-ду. Так. С кем мне нужно поговорить? С кем мне нужно из вас поговорить? Кто из вас? Жена. Ну-ну-ну. Ну я явно не ты, да? Здравствуйте, милая дама. Привет. Вам что-то нужно? Да вам стоит помириться со своим мужем. Он скучает по вам. Ммм. Какая милота. Так. И он присылает ко мне какого-то незнакомца вместо того, чтобы прийти сюда самому. Он такой ленивый. Я даже не могу вспомнить, когда после нас он готовил мне фруктовый пирог. Раньше я делал это раз в неделю. Теперь он просто приходит с работы и сразу уже отправляется спать. Это возраст, детка. Держу в курсе. Восемнадцать лет я мог по восемь раз за ночь. А сейчас бы хотя бы один раз бы смог бы. Ладно. Я думаю, мне пора. Угу. Ну, 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 что? Что вам сказать? Только не говорите, что мне придется делать гребаный яблочный пирог. Или не придется? Бонжор. Я создал новое поселение и еще хороших людей. Желайте присоединиться к нам. Похоже на то, что я искала. С удовольствием. Отлично. Увидимся там. Как тебя зовут? Так. Вот это имя. Дэнтшмэнсблин. Ладно, Зейнфрунт. Давай, мы тебя назначим сейчас на этот, как его, на прописку в домик. Потом назначим тебя на склад По поводу поселения Мне нужно очень-очень много Гаражан Прям очень много Потому что Каждое новое здание Которое мы с вами строим Оно требует Очень много людей Сейчас куда я буду назначать Там вообще 4 человека нужно будет Так Зигф, Зингфрунт, Зингфрунт Так, Зингфрунт будет жить в этом домике Я думаю, знаете, как сделать Наверное, когда у меня появится возможность Строить вот эти вот заборы Вот такие вот здоровые Я, наверное, снесу эти здания Построю здесь заборчик Вот так А может и не построю, может так и останется Может я заброшу эту игру Так Давайте сюда поселим Зингфуд где-то Вот Зуфрик Зукрик И отправим ее На, 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 на Я даже не знаю куда Даже не знаю куда отправить Так Ага, у нас все то же самое Только нету никого Блин, сюда назначить тебя Ну, такое себе Либо назначить Делать здесь Корма Ну, как ты будешь делать Корма, если у тебя Ничего нету Правильно Ладно, давайте попробуем ее Сюда назначить Где тут Зигфруга Зигфруга Зигфругу Работникам бара Я тут то поназначал Вот овсяное зерно Там по 10% всего сделал А здесь мука Мука, мука Штукатурка пока еще не доступна То есть, как бы Я еще не могу Будет заниматься Хорошо здесь Не будет заниматься Ну, что могу поделать Зато у нас еще Плюс один есть Горожанин Тереться в копилочку Еды, воды Вроде им хватает Давайте посмотрим Так Тебе нужны ли Ножи еще Да Тебе нужен нож Каменный нож Тебе нужен А я могу ли Вот тебе создать Ветка Камень Ветка Камень Так Напомните мне С утра сделать Пару ножей Я бегу К своей зайке Так Где ты Ты меня обещала Любовь осисяй Так Так Романтика Да 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 Романтика Думаю Могаза Столб Так Я всю жизнь Мечтала Об этом Моменте Я люблю тебя Мушу мой Как все официально Давай пожмем руки А я люблю вас Эмм И И И И И И Вся Вся А А где Типа Алло Игра Что такое Кейтс Тебе Тебе Хочешь Подравилось Или Нет Иди Альва Все нормально Ты что-то Как-то Такая Расстроена Ушла Я говорил Это все Нервы Да Это все Нервы Я говорил Так Позвольте Рассмотрю вас Поближе Я даже слышал Что-нибудь Интересно Я могу Найти Погоди Да 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 Точнее Ты Да Точнее Точнее Моя Зайка Где Моя Зайка Или Ты Моя Зайка Алло Я Так Я не Понял Че Ты Встала Так Не могли Хавагутэ Да Так Где Наша Кытья Так Женщина Ты Ага Вот она Где-то Вот Ты Где-то Ты А я Бегаю Тебя Ищу Да Это Что Да Это Ты Да Она Домой К нам Пришла Так Так Ты Давно Ел Вот Попробуй Отлично Спасибо Настроение 37% Ага Понятненько Так Возможно Смотреть вас Поближе У меня Есть К вам Просьба Как Поживает Наша Маленькая Королева Романтика У меня Есть Кое Что Для Вас Собственно Не Важно Блин Еще Есть Сережки Нужны Эти Сережки Стоит 800 Монеток Дорогая Как говорится Ты Чересчет Для меня В прямом Переносном Смысле Так Что В основе Сегодня Я Видела Облако Похоже На Замок Понятно Понятно Наши дети Будут Тупыми Ладно Побежали Побежали Сбегаем К этому Как Его К Нашему Челику Только Сейчас Давайте Попим Водички Давайте Только Попим Водички Бонжир А че ты стоишь Че ты стоишь Что значит Гудбай Зачем я тебя на работу Нанимал Чтоб ты тут стояла Прохлаждалась Давай Делай вид Хотя бы Что-то Туда-сюда Достаешь Это Это самое Ага Романтик Понял Хорошо Как говорится Не только у нас Ночью был Романтик Так У нас Морковка Даже есть Откуда Интересно Интересно Так Что я хотел Я хотел покушать Я хотел покушать Да Да И у нас есть возможность Короче Ребят Чтоб вы понимали Сейчас зайду Покажу Вот Есть возможность С вами будет Готовить Я могу Купить За 100 монеточек Любое блюдо Но для этого Нужно Сами видите Грибзонтик Рыжая Сосновки Какие-то И так далее Не знаю Стоит ли тратить На это Если пока В принципе Нам Хватает И мяса А мяса У нас С вами Много Нам сюда И сырое Мясо Вот 103 Сырого Мяса И плюс Еще обычное Жареное Мясо Есть Короче Короче С этим Все хорошо Как я смотрю Да Хотя Эти 103 Мясо Оно быстро Расходуется Конечно Шерешер Быстро Ну Ладно Нужно Будет Все-таки Наверное Пропустить Один день Записи И просто Наверное Пофармить И посмотреть Нужно ли покупать Либо не нужно Так что у нас тут есть Интересного Ничего нету Да Ничего нет Так Камень Камень А Вспомнил Ребят Вспомнил Спасибо Что напомнили Спасибо Что напомнили Сейчас Одну секунду Потому что Реально Я реально Могу забыть Так Ветка Четыре штучки Так Мне нужно будет Еще Пару камушков Пару камушков И нужно будет Ветки Я сейчас Наделаю Пару ножей Для Человека Который занимается Добычей Мяса И Пару топоров Который добывает Нам дерево Я пока Мяс деревом Тем не пользуюсь Но не вижу смысла Потому что Во-первых Тихо Во-первых Я ничего не строю Такого Глобального В принципе Так Что у меня тут еще В постройку идет А Больше лажен Землекопов Я не знаю Что они там будут У нас Добывать Землекопы И Еще У нас есть Одна постройка Которую не завершил Ага Ты стоишь просто Понял Пинаешь Окей Еще постройка Мастерская Вот я хочу Мастерскую построить Посмотреть Что в ней Находится Ну то есть Как бы Что конкретно Там есть Может Там Можем Сможем Добывать Всякие штуки Типа Мотыги делать И тому подобного Так Ну то что мы Здесь к примеру Не сможем Здесь Вот мотыга Есть А там Нужно будет Серп Там Еще что-нибудь Такого плана Может получится Делать Нужно будет Достроить Посмотреть Так Дай-ка мне Еще Все Пользуйся Как говорится И Помни Мою Доброту Сейчас Секунду Помни Мою Доброту Все Хорошо Сейчас мы Еще с вами Посмотрим Есть ли Нашего Челика Этот Как его А да И кухню Все еще Я разметил Поставил Здесь еще Кухню Можно будет Построить Как бы Не до этого Ага У тебя топора Нету А на топор Мне нужно По-моему Так Каменный топор Ветка Камень Ого Как раз Каменный топор Одну штучку Мы тебе и положим Хотя Может пару штучек Можно будет Вот я не знаю По поводу Шкур Но по-любому Будет зима По-любому Будет зима По-любому Нам нужно будет С вами Себе Шить Зимнюю одежду Правильно я понимаю По-любому Надо будет Шить Зимнюю одежду Я вот Думаю Где это Все делается Где Где у нас Шьется Зимняя одежда Вот Шлифейная лавка Шлифейная лавка Ага Значит Нужна будет Мастерскую Кухню Кухня 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 Блин Может Ее Потом Эту подругу На кухню Просто отправить А полем Я сам Позанимаюсь Мне в принципе Это не впадло Полем заниматься Пока я еще не понял Так куда я иду Вообще Пока я еще не понял Полностью Механику Всего это А то Я полем Самого Позаниматься А вот На кухне Было бы Неплохо Чтобы у нас Еда была Всегда Так На тебе Каменный Топор Две штучки Работай А мы Пошли с вами Сходим По заданиям Так Так Не сербой Креца Не сербой В присутствии Дам Блин А может А тебе Слышь Моей зайке Там помощница Не нужна Случайно Давай посмотрим Может эту Гретту И назначим Так Подмастерье Да Давай Давай Иди в подмастерье Давай Мы тебя отсюда Уволим Иди К моей Креца Жене В подмастерье Пока Есть Так Нет Назад 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 Так зурган дан 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 хорошее имя кажется будет дочка дочку назову за руку он дон-дон дан так а я не могу тебя под мастерье а почему а потому а почему а потому потому я же вроде за руку зонгур дон дон рон дон дон ладно зургун дон давай пока ты и тогда вот сюда все все просто хотя бы стой просто делай вид что ты работаешь а мы с вами побежали так вот по поводу одежды тоже нужно будет уже мех нужен будет но смотрите с одной стороны у меня мех то добывается я могу просто назначить человеку который меня сам занимается типа шапон меньше добывал мясо на больше меха либо не могу ли мама нужно будет крыльца принять и сделать свой трудный выбор так но если сейчас здесь будет диалог опять того же самый длинный какие во всех сериях блин и я реально промотаю не знаю ребят может вам не засчитывать эти диалоги и может вы сами как-то или нет кто конкретно смотрит кому нравится защитывать мете длины делу и или ну его кому будет интересно тут сами да 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 это что такое это что такое это лисичка так делает ах ты зайчик она и 100 ладно ладно не до тебя пока мисси а за колобка ты мне еще ответишь так где ты где ты вот и 70 да он дистали библиотеки все 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 не 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 до побочения до побочения так здоровья драки хорошо 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 аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа так нужно будет как говорится еще с вами блин так и хочется перо украсть нужно будет с вами построить рыбацкую бухту должна назначить туда йоркен тонк а кого-то на кухню ладно здорово здравствуйте я слышал что вы меня ищите почему так долго потому что на меня волки охотятся так и есть покойная о чем вы говорите вам нужно убить ее так проклятая сова конечно разве вы не слышите какая сова и чего не слышим вы оглохли как вы можете не слышать не могу больше это терпеть постарайся успокоиться и напиши мне проблему если тебе нужна помощь я не мог заснуть из-за этой проклятой птицы и она уху кает и уху кает я хочу ехать на смерти почему вы не можете справиться с этим самостоятельно так а я больше не охочусь серьезно вы буквально живете в охотничьем домике я не строил это место так это не сова вот это у так охотник умер некоторое время назад я просто поселился здесь мне это место всегда нравилось по крайней мере до того как появилась это чертова сова если вы не раздражаете я поищу я возражаю чтобы вы спрашивали так берете мясо в лавке я не заметил домашние скотинные послушай сюда маленький застранец и я не обязан тебе ничего объяснять не сейчас никогда-либо но если ты тихо но если это заставить тебя замолчать нет я не покупаю мясо последнее время я в основном овощи блин а сзади нас волк стоит так хорошо черт какой же ты надоедливый сдох за свою жизнь дело разное нехорошее то что не следовало делать не мне никому либо еще все изменилось когда я встретил твоего дядю он помог мне искупить вину ну в каком-то роде ой ну грёбаный ты про сказчик на тебе во второй глаз поэтому когда наши пути разошлись я обещал себе больше никого а больше никакого насилия никакой крови на моих руках но если вы продолжите действовать меня нервы я могу просто взять назад свои слова вы этого хотите ты ок нет спасибо нет спасибо хорошо мне нужно найти сову да хорошо где мне искать всего да 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 одеты уху уху так а я без лука наверно не смогу да уху марк марку а ты должен отключать полу марку уху уху алё да не ты уху я могу конечно срубить ему все деревья здесь уху уху да сруби сейчас ему все деревья здесь и не париться уху 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 так это не это это не ты что вы здесь делаете убирайте себя занят я верю что это такое вы есть то проклятая сова не так ли может я вижу что это такое ли а я верю что это такое что это так короче ладно не ваше дело хорошо вы хоть знаете что делаете понятия не имею чего вы говорите приятель на вашем месте я бы ушел блин я чуть не в копье не кинул да неужели что же меня только что послали прикончить эту шумную сову до зарабатывать самые легкие монеты в своей жизни это все что для меня важно так насколько вам следует бояться не меня а местного работодателя вы пытаетесь мне угрожать тщательные выбирайте слова слышь падла у меня есть копию не побыть не воспользоваться так самбур а и кто это должен быть но я не знаю ни одного с подождите вы сказали самбур верно слушай друг я не хочу никаких проблем меня просто наняли чтобы времени от времени приходил сюда и притворился собой я понятия не имею что перешел дорогу вашему боссу я уйду и больше не вернусь пожалуйста позор позвольте мне быть не понял ну ладно позвольте мне бы то позвольте мне быть так расслабьтесь просто скажите кто вас нанял и убираетесь это был валь рад валь рад валь рад он живет местечки тутки тут очки клянусь это все он я знаю я верю вам и надеюсь что где пожалею об этом потому что если потому что если я это сделаю короче кто писал текст кто писал текст либо кто это переводил ой что-то знаете меня чувствуется шоу мы скоро отправимся в ту тачки ладно вы этого не сделайте это правда я больше сюда не вернусь ладно давай то трудом то тут очки чет мне кажется что сейчас нас отправит в ту тачки и мы будем там искать кого-то бонжур тихо это не знаешь что напомнила фильм схватка кто не смотрел с лесли нильсоном че как его вроде так его зовут старенький схватка называется посмотрите там тоже про волков так я запутал позаботился в вашей сове и нет но он ушел и не верну и не вернется все я знаю это прозвучит ненормально но на самом деле это было сова это был мужчина который притворялся ею о чем вы говорите это абсурд поверьте я знаю его предположительно нанял человек по имени валер от вы его знаете ха 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 этот нехороший человек не на ногу батарею ради падла ладно он мне действительно подловил значит вы конечно я его знаю он был одним из нас бессмертным кулаком правда сов сказал что живет в местечке под названием ту тачки да это не это не далеко отсюда он живет там со своей семьей продает ослов думаю ему это подходит потому что он всегда был полным засранцем я бы хотел с ним познакомиться а я не хочу так и вы будете потому что вы действительно ему посылку за меня доставите посылку за меня хорошим без проблем без проблем так особенно сюрприз но вам нужно вернуться попозже мне нужно время чтобы приготовить его а вообще-то приходите завтра я сделаю все грандиознее хорошо увидимся завтра дон ты стала библиотека слышь ребята можешь сохраниться попробовать копьем ему во второй глаз тверкнуть тихо у нас с вами появилась кузница 2 они первого уровня короче что еще сделаю еще сбегу домой мастерская первого уровня мастерская первого уровня по моему у нас есть верда кузница 1 короче сейчас бегу домой тихо-тихо что это было уху нет нормально я сейчас смотрите бегу домой только мне по моему эту сторону да я сейчас пока не забыл возьму в руки молоточек и размечу себе этот размечу себе кузницу ножа с собой нету размечу себе кузницу и размечу себе рыбацкую пусть будет рыбацкая бухта какая разница корица мой стрим моя запись моя игра все как хочу так и называю мои видосики так поставим там рыбацкую бухту и наверное там закончим я думал по фармить немного побегать но как видите нужно будет к нему зайти на следующее утро я не знаю можно ли это отложить на недельку либо нельзя либо ему к нему нужно сразу на следующее утро приходить короче без понятия вот этого не дилемма и нужно будет собой в дорогу наверное взять взять водички попить и еды побольше на то ведь блин много чего строить вот я думаю можно ли прийти к нему не типа завтра через пару дней история юэнда важно ли через пару дней к ему вернуться если да будет хорошо я примеру на днях бы потратил бы время немножко пофармил бы по убивал до животных примеру тут бы подобовал бы шкуры понаделывал бы себе меня со мной и понаделывал бы себе найти как его мешочков продавал бы их но если я не по 25 по моему мешочек подавится ли по 15 не помню это мне сколько мешочков 100 нужно продать чтоб короче бред и в кузнице тоже это мне нужно смотрите сейчас один на кухню один в кузницу один нам добычу что там добыча чего-то было чего там добыча была идея но было так где она была я уже уже не помню а где эта штука что мы поставили с вами где-то идет идет и вот шалаш земли копов интересно что они там копают если там копают руду то мы сможем с вами делать металлические эти штуки металлические их продавать до кузница так мы дома мы дома хорошо давайте смотреть берем руки молоточек берем руки молоточек и заходим сюда и смотрим что у нас тут новенько так у нас есть простой дом обычный хорошо к этому вообще вернемся так и же травника у нас работает уже колодец есть деревянный срай есть шалаш землекопов у нас тоже вот он тут не достроен так едем дальше так хижина хижина рыбака давайте по пробежимся я надеюсь ешь можно устанавливать где я хочу правильно то есть без разницы во вот туда и надо устанавливать правильно понимаю так не то хижина рыбака или мне прям воду нужны и так ребята мне нужно воду и и вот прям вот так вот да и типа мы сюда потом поднимаемся здесь у нас тут это будет рыбачить но вот как раз место для рыбалки до идеальное место одно и тут по моему идеальное место до второе полагал мне это уточки ладно 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 так давайте наверное мы знаете как сделаем сделаем проложим отсюда сразу дорогу не знаю зачем будет будет мне нравится дороге все давайте продолжим отсюда сразу дорогу до нашей основной дороги как-то как-то вот вот так вот да но все красиво и давайте смотреть что у нас тут еще есть охота хорошо меня самый добываем так фермерский сара есть баром барс от баром бар окей коровки так курочку мы построили вот кузница и мастерская и кухня кузнец а кузнецу где мы с вами может возле мастерской куда-то вот сюда вот так вот как вам идейка кузнецу сюда так будет она будет стоять здесь кузнеца здесь мастерская здесь будет добываться получается не знаю может металл будет добываться здесь у нас будет поле просто если мне с у такого вот участка поля выпало 80 капусты то я думаю в принципе должно хватить этого всего чтобы засеять поле на краньяк мы просто расширим сделаем сделаем вот так еще поле к примеру кусочек даже если сюда придется через поле ходить курочка мне важно тут можно будет кусочек поля сделать а тут где-то рядышком можно будет и сад построить посадить деревья не знаю просто если честно мне хотелось бы полностью это все снести я понимаю что это долго и нудно и вы вроде то ровную долину равнину не знаю ну почему тут одни упорки ну то есть почему нельзя было сделать вот так вот ладно но это как говорится уже лирика все в принципе я думаю на этом все мы со своей так нет и не моя зайка мы со своей зайки ем корица отдыхать до следующего дня я посмотрю может буду завтра записывать новую серию может не буду ну по поводу амнезии то по-любому завтра запишу а послезавтра уже получается утром она выйдет так что как то так все всем спасибо за просмотром не забудьте подписаться поставить лайкос комментарии не обязательно можете пару смайков отправить прица если вам не сложно так это явно не мой дом да и это мой дом все хорошо и уже потом продолжим так все зайка моя спит хорошо хорошо я тоже буду спадки и буду думать либо буду фармить животных и шкур либо на не буду фармить я не знаю посмотрим а может просто по пока по сюжету пойдем а здесь в принципе пока нормально хотя зимой мы замерзнем у нас зимой нету ни одежды ни еды так что как это так ладно все всем пока пока и до потом ребят